Друзья, собираемся, вернее, собрались мы с Оксаной поехать сегодня в центр. Там в Гуме проходит фестиваль цветов. Не знаю, правда, он еще продолжается или нет, но так времени постоянно нет, то ничего не успеваешь. Но сегодня день у нас отличный, не очень жарко, не жаль его потратить на прогулку по Москве. Поехали. Мне нравится. Мне кажется, те, кто в Москве постоянно ездят, они уже чихать хотели. А мы когда не ездили, уже только по времени, то идешь уже вроде как соблюдали. На метро уже не были, наверное, я вообще очень давно не был. Мы же после Тайанда не были. В том году только были, на праздники ездили, да? В общем, это первая вылазка в Москву. Вот так вот у нас на метро. Да, на метро еще ни разу не катались. В общем, проезд уже стоит 57 рублей. Но это по карте. Вот по такой карте. Если покупать там какие-нибудь проездные, либо еще что-то, то проезд дешевле. И тут же выбросить эту карту. Карту сохранять не надо. Значит, это мы сейчас на Комсомольской, станция метро Комсомольска. Ведь кто-то в масках, кто-то без масок. Кому как больше? 50 на 50. Кто как? Весь персонал, естественно, в масках. Нет, персонал весь в масках. А люди, кто хочет, кто не хочет. Но знаю, что вчера штрафовали за отсутствие масок в метро. Прямо вот рейды были. Это как вы попадете. Как попадете. В основном, конечно, сейчас люди, большинство, как видите, без масок. Сейчас я постараюсь лицом снять. Так вот, смотрите, видите, люди попадут. В основном все без масок. В общем, кто боится просто за себя, за свою безопасность, тот надевает. Ну, а у нас, я уже много раз рассказывала, Комсомольск. Это мы приехали в центр самый. Сейчас три станции на метро, и мы будем на Красной площади. Вот это у нас большое очень преимущество, что да, мы живем удаленно. Но на электричке ты приезжаешь и очень быстро можешь доехать до центра. У нас сейчас... Сколько по времени я не вижу? Два часа дня? Два часа дня аншлаг. Ну, это еще не совсем аншлаг в метро. Но, тем не менее, людей много. Держите дистанцию, не садитесь здесь. Здесь можно везде сидеть, а здесь нельзя. Странно. И, собственно, все, видите, написано на лице маска. Наверху неправильно. Как правильно? Так, вот она, Рубянка. И мы с Оксаной выходим. Пройдемся немножко пешочком прогуляемся. Да ну, пойдем прогуляемся лучше. Там тоже идти-идти. А сейчас здесь по Непольской улице пройдем, посмотрим как-то... Как-то мы чего. Вообще хочу сказать, что на фоне пандемии, конечно, многие реально сходят с ума. Съехала... Ну, женщина, она в возрасте уже, конечно же. И то ли ей не понравилось ничейное телефона, что она не делает, но я не поняла. Но она прям реально парня ударила, что типа, мол, садись, а то ты мне здесь мешаешь, ты стоишь с телефоном. Но парень отошел в сторону, но она тоже встала, а стоять тяжело. Она вот это вот стоит. Жесть. Что, что с нами вот делает общество? Оксана говорит, на каждой станции я сейчас только что увидела, что антисептик для рук. Поднесите руки, сними перчатки, поднеси, что будет? Свет, что ли, какой-то загорается? Нет, это капля. А, вот оно в чем дело. И там замораживается сразу же все. Ну, мы в перчатках, мы перчатки сейчас снимем и выбросим. Ну, тундра в метро не была уже несколько месяцев, а здесь все как меняется. Ну что, вышли мы к Никольской. Улицы. Пойдем, Оксана, туда. Здесь тоже есть еще один выход из метро. Мы сейчас с вами прогуляемся, посмотрим, сколько в Москве людей. Мне нравится, знаешь, какая песня? Большие города. Я ее тоже, ну, слова, слова у любого спроси. Половина скажет, что слов не знает. Знает там 3-4 слова. Остальное не знает. Так, ну что, сейчас мы с вами прогуляемся. Пойдем посмотрим, что у нас связано с цветами. Здесь я смотрю, прям смотрю, какая красотища сделали кафе, летняя веранда. Сейчас в основном вот это популярны летние веранды. Смотри, какие цветы, Оксан. Безумно красивые. Это гранд кофе-мания какая-то. Гортензии. Просто потрясающе. Но это, я так понимаю, что сорт такой, скорее всего. Вот что они сразу такие. И розовые, и фиолетовые, и белые. Но белые, наверное, самые красивые. Ну, просто шапки такие. Шапки цветов. Вот так вот можно посидеть здесь. Открытая веранда. С видом на детский центральный магазин. Детский мир. Выходим на Никольскую улицу. Посмотрите, как здесь красиво оформлены витрины. Это, наверное, какой-то парфюмерный магазин. Здесь Никольская, она, как всегда, вся утопает вот в этих гирляндах. И этими гирляндами она у нас славится. Все знают, что... Ой, Оксана, это же Новая Заря. Пойдем зайдем. Мне говорили, что сейчас Новая Заря упускает какие-то очень такие хорошие ароматы. Но тоже нужно, видишь, надеть маску. Стина, здравствуйте. Вот приезжие люди, они всегда лучше знают. Сказала, что вот они как раз покупали здесь ароматы в Новой Заре. И что какие-то прям им очень сильно понравились. Типа Диалога, наверное, покупали. Я Диалог даже не помню такой. А, ну вот видите, Красная Москва. 119 рублей. Деколон, да? Нет, ну там, посмотри, посмотри. Это мужской отдел. Вон там, наверное, женский. Ага, это для мужчин. Вот он парфюм. Все стоит с этими... С пробничками все стоит. Ну, какой-то вот Кристина сказала, что взяли. Прям он как дорогой, прям какой-то такой аромат. Крем ночной, питательный. Я, честно говоря, не ожидала. Потому что, ну, это все-таки уже давно все вышло из Ренамея. Вон Духи, смотри. Смотри, есть Елена Духи. Надо понюхать. Слушайте, вот никогда бы не подумала, что новая Заря может приятно пахнуть, на самом деле. В общем, вот этот аромат, он стоит 661 рубль. Его здесь мало. Ну, он, на самом деле, прикольно. Вот так вот в сумку бросил. Маленький какой-то такой вариант. И ходи, смотри. Ну, вообще, я смотрю здесь, смотрите, видите, как будто бы похожая упаковка на Жадор 937 рублей. Можно, кстати, дезодорант. Прикупить. В общем, ассортимент хороший. Ассортимент хороший и цены хорошие. То есть, цены прямо здесь радуют. Ну, вот я попробовала какие-то... Ну, вот, Жадор, они на Жадор, конечно, не похожи. Они Мадор. А вот эти приятненькие. Кстати, может быть. Цены радуют. И девочки сказали, что можно посмотреть, чтобы на улице, как раскрывается аромат, раскрывается или нет. Специальные здесь вот эти вот веревочки лежат, что вы можете пойти посмотреть, как раскроются. В общем, оригинально. Самое главное, консультантов много. Возьмем что-нибудь. О, а здесь еще даже какой-то отдел есть. Видимо, детская какая-то косметика. Детская есть. Ага. Здесь ароматы. Ароматы для дома, по всей видимости. Видите, здесь такие пакетики саше. И с разными ароматами для дома. Душистая вода. Это, наверное, для машины, наверное, скорее всего, ароматы какие-то. Натуральная лаванда в мешочках. Вот, допустим, когда мы из Крыма везли. А здесь она у нас тоже, видите, все есть. В Москве многое что есть. Ну, ладно. Конечно, отсюда что-то такое мы не повезем сейчас, чтобы сумками с пакетами ходить. А вот для такой вот сумочки можно вот это бросить. Шансито. Духи Шансито. Состав алкоголь, парфюм. Ну, в общем, долго, наверное, держаться не будет, но посмотрим. О, батюшки-то, боже мой, ребята. Далан Далиф, который я беру в Турции, продается абсолютно спокойно в заре. Как такое может быть? Я из Турции везу издалека. Он, вот он здесь. И, кстати, по совершенно таким же ценам, что и в Турции. Девушка, а вы не подскажете? Это же вот турецкая марка Далан Далиф. А как вы, дилеры или кто? Просто у вас с ними договор, да? Потому что я нигде у нас в продаже не видела. У вас впервые вижу, что он здесь тоже, видите, продается. Здорово. У меня как раз кондиционер закончился. Так, ребятки, кто приедет в Москву, можете приехать и зайти в магазин Красная Заря. В общем, сейчас я вам... Новая Заря, да. Сейчас вам покажу, где он находится. Ну, прям я не ожидала, что здесь вот это вот Далан. Вся моя косметика есть. Масочки обязательно приходят. А? Я уже взяла его и ту. И я взяла. Мам, молодец. Понимаете, вот это? Как сказать? Нет, нет, рез. Это, знаешь, вот как вот тоже раньше такой аромат был. Я помню, у мамы он такой вот резковатый, я бы сказала. А я взяла себе вот это вот. Клима? Да, я захотела. Ну, прикольно. Ну, прикольно. Прикольно. Бега. А вот эти вот понюхайся. А тут такие классные. Ну, я уже взяла еще. Ну-ка вообще. Ну, тоже что-то знакомое, прям все знакомые ароматы. Ну, мне кажется, они будут держаться не очень долго. Ну, посмотрим. Поэкспериментируем. Так, пойдем сейчас покажу, как найти магазин Новая Зря. Я, честно, его раньше здесь не видела. Указ мэра. Видите, здесь все с дезинфекторами стоит. Можно продезинфицировать руки. Так, значит, улица Никольска. Практически в самом конце, когда вы выходите уже к метро Лубянка и к детскому миру, вот здесь вот сбоку Новая Зря. Ну что, уже надела я наушники, потому что ветер действительно такой потрясающе сильный. Смотрите, какая прелесть. Фестиваль цветов сейчас, напомню, проходит в Москве. Вообще-то он там вроде бы как по информации должен был закончиться, но я смотрю, что вот все в цветах. И здесь какое-то такое симпатичное уличное кафе. Вайн энд краб. То есть, я так понимаю, что вино и краба здесь. И вот такое вот симпатичное оформление этого кафе. Все в гортензиях. Все кругом в гортензиях. Вот с таким вот чудесным видом на цветы можно посидеть, насладиться вкусом вина в Москве. Я бы сейчас с удовольствием с таким прекрасным, замечательным видом выпила бы бокальчик вина. Но, к сожалению, пью сейчас антибиотики. Поэтому, увы, нельзя. Но зато можно наслаждаться вот этой красотой. Смотрите, в разные стороны вот эти вот все гирлянды. Слушай, а тебе не кажется, что они даже как будто бы ниже стали? Да, они ниже стали. Ага, были, выше были. Ну, они красиво, когда уже будет... Ну, вечер, но все равно. Сейчас, конечно, все это так, но не так сложно. Нет, они сейчас тоже как хрусталики такие свисают. Особенно, когда ветер дует, они все в разные стороны прям качаются. Красиво смотрятся. Знаете, что такое? Мозаика. А, ты же помнишь, нас сюда зазывали? Тут тоже, по-моему, ресторан какой-то. Ага. Тут меню можно сразу же посмотреть. Цены. Там заходи кушать. Тут в грузинской кушать. Спасибо. Ну, мы пойдем в столовая 57, по-моему, столовая. Если она открыта сейчас в ГУМе, то мы туда с Оксаной зайдем. Ну, а так как проходит фестиваль цветов, то перед ГУМом нас встречают цветы. Цветы. Вот это, кстати, мои любимые цветы. Я как-то на даче покупала, но что-то я не помню, где они у нас делись-то. Посмотрите, какая прелесть. Клумбы оформлены, просто потрясающе. И вот так вот, смотрите, вдоль всего ГУМа вот такие вот замечательные клумбочки. Представляете, сколько здесь труда для того, чтобы вот это вот все прям вот росло рядом, близко друг к другу, практически без какого-либо пространства между ними. Ой, боже, а здесь-то какая красивая. Посмотрите, какая прелесть. Уютненько. Не знаю, как называть этот ресторанчик. Меню можем посмотреть с вами. Здравствуйте. Вот такое вот меню. В общем, пельмешки можно откушать за 490 рублей здесь. С чудесным видом на Красную площадь и на ГУМ, и на Нейкольскую улицу. Красота. Пельмешки за 490 рублей не хочешь? А? Пельмешки за 490 рублей. Пельмешки за 490 рублей не хочу, потому что… Ну, просто не хочу. Ну, мы сейчас посмотрим с тобой. Открыто столовая здесь. Давайте. Пельмешки за 490 рублей. Оксана у нас всегда следит. Знаете, у всех подруги, друзья, сестры, там, ну вот всегда напарники, да, когда идешь, у каждого свой интерес и каждый следит за своей сферой. Вот Оксана, она очень-очень любит у нас сфотографироваться и фотографировать. А я как-то больше снимать видео, я забываю вот всегда про фотографии, а потом, когда мне нужно какую-то фотографию разместить, у меня фотографии обычно нет и всегда это help, рука помощи, чтобы Оксана помогала. А с каким видом ты хочешь сфотографироваться? Можно ли я на работу попасть? Давай. У вас так бывало, что вы зависли? Стоим с Оксаной и зависли. Фон там красивый, хочется сфотать. Фон там красивый, и в губ охота попасть. Но ветер, я думаю, что все видео будет ветер, несмотря на наушники, в любом случае задувает. Оксана вообще не может, да, Оксана? В своей стихии. Так, ладно, пойдемте. Я в своей стихии. Может быть, я фотографу? Подожди, ты знаешь, как там в гуме красиво? Пойдем. Я такие фотки видела. Пойдемте посмотрим. Так, палку не убирай. Смотрите, в гуме проходит фестиваль цветов. В связи с этим здесь, посмотрите, какие симпатичные клумбочки. Мы спросили сейчас, нужно ли надевать маску и перчатки, на что охранник нам кивнул, типа, мол, идите, идите уже, что вам надо. Поэтому пойдем с вами и посмотрим. Я не преуменьшаю вот вероятность болезни и всего остального, но я не верю, что вот эти вот маски, особенно вот эти вот обычные одноразовые, могут вас спасти от какой-то болезни. От вас, если вы болеете, да. Но я надеюсь, что я ничем не болею, потому что я не кашляю, не чихаю, ни к чему не прикасаюсь, поэтому только снимаю. Здесь, смотрите, как интересно, Max Mara сделана, как будто бы старая кинопленка крутится, и вот такой вот показ мод. Видите, кто помнит такие магнитофоны? У нас такой был магнитофон, стоил очень дорого. О, какая прелесть! Это вот, знаете, такое истинное наслаждение для глаз. О, боже мой! Здесь, знаете, когда на Новый год приезжаешь, здесь огромное количество елок, от которых у тебя тоже вот елочные украшения самые разнообразные. Глаза разбегаются, а здесь сейчас глаза разбегаются от цветов, от такого вот великолепия. Ух ты! И здесь тоже, наверное, скорее всего, летняя веранда у Боском. Да, точно. И там тоже все в гортензиях, и люди тоже сидят с видом прямо на Красную площадь. Я надеюсь, сейчас я Оксану, может быть, смогу уговорить, чтобы посидеть в кафе с видом на Красную площадь. Она у нас кафе-нелюбитель. Так, а здесь... Здесь самая большая достопримечательность Гума — это фонтан. Фонтан, который утопает весь в цветах. Абсолютно весь. Я вот эти вот фотографии где-то в Инстаграме мне попались недавно. Я думаю, нужно ехать смотреть самостоятельно, потому что посмотреть есть на что. Ну, безумно красиво. Вот, кстати, я не знаю, мы все-таки не были нигде в Европе, да? Есть какие-то такие тоже большие магазины, но я не сомневаюсь, что они есть, где вот все оформлено с таким вкусом, постоянно меняются вот эти вот экспозиции всего, да? Как здесь, допустим, и елки там, и тыквы бывают, и чего только не бывает. Оксана, Оксана. Оксана любит делать селфи. Вот какие такие интересные есть торговые центры? Наверное, в Дубае, я думаю. Сейчас у Оксаны нужно спросить. В Дубае она была? Оксан, вот ты в Дубае была? В Дубае ты была? Красивая там тоже вот убранство магазинов? Красиво, тебе бы очень понравилось. Там такой фонтан, как вот летящие такие статуэтки вниз. Красиво, вот очень красиво. И в Дубае мне нравится архитектура, там такие здания, они уникальные. То есть там... Нет, здания-то понятно, а вот я имею в виду вот внутри здания, чтобы вот именно вот такие какие-то экспозиции были, меняющиеся постоянно. Ну, нет, я не знаю, может быть, есть какие-то еще такие места? Я же мало где была. Но, тем не менее... Мы же наш магазин. Ты любишь Россию. Я люблю Россию. И я люблю Россию. И я, кстати, знаете, что поймала себя на какой мысли-то? Я хожу и думаю, а вроде бы как бы людей немного, просторно, свободно. И потом до меня дошло, что иностранцев-то нет. Иностранцев нет. Поэтому сейчас прям вот уникальное время, когда можно вот походить абсолютно, да, спокойно и насладиться вот этими видами. Помнишь на Новый год здесь какой аншлаг был? Так, ладно. Селфи. Селфи от Оксаны. Что? Столовая номер 57. Сейчас скажут, опять им лишь бы поесть. Да, поесть. А что еще делать? Походили, полюбовались, аппетитно гуляли. Нужно пойти перекусить. Ух ты, купальнички какие. На стройных дам. За стройных дам я все отдам. Как вам такие варианты нижнего белья? Я такого давно не видела, чтобы столики были свободные. Представляете? И чтобы здесь не тянулся длинный-длинный хвост из очереди. А мы сейчас с вами абсолютно спокойно пойдем и покушаем. Столовая номер 57. Легендарная столовая, которая работает по советскому формату. Здесь дезинфицирующее средство для рук. Нужно зайти и обязательно руки свои дезинфицировать. Значит, очередь, конечно, здесь есть, но она не такая большая, не такая огромная, как была обычно раньше. Те, кто был, знают, не дадут мне соврать. Но руки я обязательно сейчас продезинфицирую. Видела, что, оказывается, есть еще, смотрите, вот такой вот график супов. Сегодня у нас с вами четверг. Есть суп-пюре из брокколи за 120 рублей. А сегодня у нас четверг? Есть окрошка на квасе. Так, берем поднос и идем с вами выбирать еду. Так, берем салфеточки, салфеточки, вилочки, ножички. Все взяли и пошли вперед изучать меню. Ух ты, смотрите, салат «Цитрусовая фантазия». Я такое люблю, но больше я люблю арбуз. Поэтому я возьму арбуз себе. Ой, какая красота! Нет, мимо пирожное. Мимо пирожное, значит, сейчас нужно выбрать себе какой-то салатик. Мой любимый компот из черешни и вишни. Так, а салатики все здесь, видите, с майонезом. Поэтому проходим мимо. И выбираем сейчас здесь что-то овощное. Хочу вот такой вот салат, называется «Муравейник». Здесь у нас свекла, морковь. Самое то, будет долго перевариваться. Еще, знаете, в народе что-то подобное называется щетка. Так, котлеты. Большой выбор. Бештекс по-московски. Куриная грудка. Ну, здесь вот из диетического, мне кажется, это куриная грудка. Я, наверное, да, сейчас буду куриную грудку с чем-то еще, не знаю, с чем. Но я обычно гарнир не беру, если только грибы взять. Можно взять огурчики малосольные и помидорчики. Все в таких деревянных кадочках, все как нужно. Ммм, что я прям так захотела огурцов малосольных, нужно дома их приготовить. Вот таким вот образом выглядит мой обед. По-моему, здесь все диетическое, кроме жульена. Но от жульена не смогла удержаться. Всегда самый главный вопрос, сколько вы потратили. Сколько стоит поесть в таком чудесном месте, замечательном. Так, а где мой чек? Я его не взяла, что ли? В общем, 460 рублей у меня обошелся вот такой вот обед. 460 рублей в центре Москвы. Меньше чем 10 долларов. Если кто-то кушает, то всем приятного аппетита. Когда вот садишься кушать, кажется, что ты сейчас ешь так много всего, да? А по факту получается, что ты садишься за стол, съедаешь первые две ложки и уже наешься. Мне не кажется. У меня все такое вкусное, а крошка бесподобная. Котлета куриная вообще, я прямо во рту даю. Ну, это по-киевски, по-моему, уже, да, котлета? Да, по-киевски. Ммм, а объедение свеколочкам супер. А у меня тоже свеколочка, но вот в таком виде, мне кажется, она полезнее, нет? Ну, в таком я люблю тоже больше. Она слаще в таком виде. Все хорошо, и то, и то. Самое главное, это дефицит калорий днем. Мы же сегодня будем много ходить. Да. Ну. А куда мы сейчас дальше пойдем? До дома. Или по магазинам? Как скажешь. Я вообще в твоем полном распоряжении. Нет, надо сейчас посмотреть, что мы можем еще интересного здесь поблизости посмотреть. Очень вкусно. Да. Я с тобой согласна. У меня тоже очень вкусно. Дорогие друзья, что я хочу еще сказать, что для того, чтобы видео смонтировать, на это уходит какое-то время. Поэтому всегда вы видите видео с опозданием где-то, ну, на один день, да? Вот. А если вы хотите, вот, быть в курсе событий в реальном времени, то подписывайтесь на Инстаграм. Мой Инстаграм. Лена Лайф. Там всегда все в режиме реального времени. Вот, допустим, сейчас кто подписан, то они уже все видели, что здесь в Гуми, как здесь в Гуми, какая здесь красота. Хорошо. Хорошо. Я вместо чихать, я потратюсь в Даран. В общем, дорогие друзья, вот на этом вот это видео заканчивается, но совсем скоро будет следующее видео. Сейчас мы пойдем прогуляемся с вами по Красной площади, зайдем в Александровский сад, зайдем в какие-нибудь магазины, по охотному ряду прогуляемся. Потому что сегодня у нас есть много времени, и мы готовы его потратить на прогулки. Ну, а всем, как всегда, добра, удачи, позитива, отличного настроения. И обязательно совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Кто остается за кадром? Вот, вот, покажи, Оксана. Снять! Вот так вот телефон этот управляется, видите, вот фотография сделалась. И вот так вот мы кричали с тобой, где мы были? В Середнякову. В Середнякову кричали, снять, снять, снять. А он иногда не слышит и не хочет снимать. Он, наверное, не понимает иногда. Но вот я когда сейчас в наушниках наушники надела, то он очень хорошо слышит. То есть, видимо, наверное, все-таки микрофон не настолько чувствительный. Ну что, отправляемся на Красную площадь? Да. Да.